Закончилось летнее первенство города по футболу среди детей 2003-2004 годов рождения и юношей 1999-2002 годов рождения. Торжественное награждение победителей этой, пожалуй, самой популярной игры в мире прошло в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса. Именно здесь, на единственном крытом поле, будет проходить следующий этап первенства – зимний. Дорогие ребята, вот уже пять лет, как вы все играете на поле, на самом хорошем, красивом, удобном, искусственном поле. И вот сейчас, в этом спортивном зале, мы будем проводить зимние перебески. Впервые наши спортсмены и футболисты будут играть не на улице, где очень холодно, а вот здесь, в спортивном зале. И для этого создаются все условия. Я думаю, что мы с вами должны в ответ обязательно очень хорошо тренироваться, показывать самые высокие спортивные результаты. И, приезжая в спортивные соревнования, мы должны возвращаться только победителями. Хорошие результаты этим летом показали команды воспитанников тренера-преподавателя Александра Сопрыкина. Две детские футбольные команды «Соек» стали победителями в своих возрастных категориях. Тренируемся в основном на футбольном корте школы номер один. Ну, сейчас дали и зал, вот этот новый зал построили специально для детей. Много детей зашло сюда в зал. Ну, какое-то время стали здесь. Сейчас первенство города будет тоже проводиться все в этом зале. Это очень удобно, потому что раньше в морозы мы отменяли соревнования. Сейчас эта проблема устранена. С 21 апреля по 25 июня летнее первенство города по мини-футболу проходило и среди коллективов физической культуры. В высшей лиге победителем стала команда «Сервисный центр КМЗ» тренер Сергей Собора. В первой лиге команда «Водоканала» показала лучший результат. А также прошло награждение за участие в Кубке города по мини-футболу среди коллективов физической культуры, который проходил на стадионе «Шахтер» с 8 сентября по 25 октября. В финальном матче победителем стала команда «Сибирь» тренера Дениса Ивашова. Победители и призеры были награждены грамотами, кубками и медалями. Продолжение следует...